В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Спецкомиссия, созданная в Роскосмосе после аварии ракеты «Союз», назвала причиной неудачного запуска. Напомним, носитель стартовал с космодрома «Восточный» 28 ноября. Вывести на орбиту спутники, находившиеся на борту ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не смогли. Долетели до промежуточной орбиты, а потом прямиком в Атлантический океан. Среди причин крушения аварийная комиссия рассматривала как техническую неисправность, так и человеческий фактор — ошибку в составлении полетного задания. Но в итоге специалисты пришли к выводу, что крушение произошло из-за случайной ошибки в программном обеспечении. То есть заранее предусмотреть возможность нештатной ситуации в Роскосмосе не могли. К сожалению, мы столкнулись с проблемой, которая была связана не с качеством, не с дисциплиной на производстве, а с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад. Это был первый пуск с данного космодрома в этом сочетании «Союз-Фрегат». Надо сказать, что если бы этот пуск происходил в другое время года и были бы несколько другие поля падения, то у нас, возможно, аварии и не было бы. Учитывая многомиллионную стоимость как самой ракеты, так и спутников, которые были на борту, это высказывание звучит, мягко говоря, странно. Что интересно, непрогнозируемую ошибку специалисты Роскосмоса обещают убрать. Обновить программное обеспечение разгонного блока они намерены к следующему старту в январе. Кроме того, будут разработаны новые методы имитации полета, которые будут учитывать гораздо больше вариантов нештатных ситуаций. Существующие модели были не в состоянии предсказать аварию на фрегате. Поместить мозг в другое тело. Совсем недавно это можно было представить лишь в фантастических фильмах. Теперь же перспектива куда более близка к реальности. Команда международных ученых смогла оцифровать мозг червя и поместила его в робота. Эксперимент проводили над крошечной нематодой Конорхабдитис элеганс. Этот червь крайне популярен в биологических исследованиях. В данный момент полностью изучены гены и нервная система нематоды. Ученые составили карту соединений между нейронами червя. Всего их 302. На основе полученных данных была создана цифровая модель мозга нематоды. После в рамках эксперимента специалисты загрузили его в маленького робота, построенного из детского конструктора. Механизм имеет все необходимые эквивалентные части нематоды. Сонарный датчик для обоняния, сенсор, отвечающий за пищевую систему и набор моторчиков с каждой стороны. И оказалось, что цифровой мозг без каких-либо заранее внесенных запрограммированных инструкций может управлять роботом. Раздражение какого-либо сенсора вызывало соответствующую реакцию. Так, к примеру, если реагировал обонятельный датчик, то робот-черфь останавливался, чтобы осознать, что находится перед ним. Сейчас ученые продолжают работу с цифровым мозгом нематоды, совершенствуя его деятельность. В будущем они намерены создать мобильное приложение, которое позволит отслеживать жизнь робота-червя всем желающим. Ну а конечная цель любых подобных изысканий, конечно же, одна — перенести все наработки на человека. Это кажется реальным. Это... Алекс, нам очень важно, чтобы ты понял то, что здесь происходит, действительно реально. Это не сон, это не лекарство, не анестезия. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.